привет друзья рад видеть вас на моем канале сегодня мы с вами будем готовить очень модный взбитый джем мы сделаем его из замороженной земляники но вы можете готовить его из любых ягод и свежих или замороженных необходимое количество ягод лучше всего отмерить на кухонных лицах для того чтобы рассчитать точное количество желатина ягодам по вкусу добавляем сахар количество сахара зависит от ваших ягод у меня была довольно таки сладкая земляника я добавила 150 граммов сахара получилось в меру сладко затем добавляем немного лимонной кислоты в качестве консерванта и ставим ковшик на медленный огонь варим периодически помешивая до тех пор пока наши ягоды не растают после того как они растают нам нужно довести их до кипения когда ягоды закипят выключаем огонь и даем им немного остыть а мы пока займемся желатином желатин нужно подготовить по инструкции на упаковке желатин бывает разный поэтому инструкцию читать обязательно мой желатин нужно было замочить в холодной воде на 7-10 минут и затем добавить в горячий продукт пока желатин настаивается в холодной воде мы снова перейдем к ягодам наши ягоды уже остыли и теперь их можно измельчить в пюре я делаю это с помощью погружного блендера затем снова ставим ягоды на медленный огонь и снова доводим до кипения периодически помешивая после этого нам нужно смешать еще горячие ягоды с подготовленным желатином я сразу перекладываю ягоды в чашу миксера потому что мы будем их взбивать добавляем желатин в горячие ягоды и очень-очень хорошо перемешиваем чтобы желатин распределился равномерно но я повторю что разный желатин требует разной подготовки поэтому обязательно читайте инструкцию на упаковке вот так выглядят ягоды с растворенным желатином и кажется что их очень мало но мы их взобьем и масса сильно увеличится в размере взбивать нужно на максимальной скорости миксера и желательно чтобы миксер у вас был стационарный как у меня время взбивания примерно 5-10 минут при взбивании масса светлеет и сильно увеличивается в размере мне кажется что раз в пять как проверить правильно ли вы взбили если масса не стекает с венчиков или с ложки то есть вы переворачиваете ложку и массы не падает вниз значит консистенции верное и можно остановиться и дальше не взбивать если масса продолжать стекать с ложки то нужно взбивать еще теперь берем красивую баночку и перекладываем в нее наш джем я банку не стерилизую потому что готовлю такой джем на один раз ну или на два просто не вижу смысла заморачиваться и закатывать джем потому что его можно сделать в любой момент из замороженных ягод а заморозить ягоды гораздо проще чем стерилизовать банки и закатывать их и потом еще где-то хранить и вообще любое варенье делаю практически всегда из замороженных ягод или фруктов или моя бабушка делала точно так же ей казалось что так намного лучше и удобнее вот так выглядит наш готовый джем он получается невероятно нежным и воздушным словно облачко он очень и очень вкусно я уверена что если попробуйте его один раз то будете готовить постоянно приятного вам аппетита